Привет! С новыми галактиками от Samsung обычно бывает мало интриги. О следующем поколении смартфонов Galaxy S обычной информации до релиза линейки не просто много, а очень много. И с S24 тут нет никакого исключения. Вот о будущих новинках Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra и поговорим в этом ролике. Как не трудно догадаться, в 2024 году модельная линейка будет полностью повторять то, что мы видели в 2023. Базовый компактный Galaxy S24 с экраном 6,1 дюйма, увеличенный до 6,66,5 дюймов Galaxy S24 Plus и истинно флагманский 6,8 дюймовый Galaxy S24 Ultra. У последнего матрица будет выполнена по технологии Dynamic AMOLED с поддержкой активного стилуса. Изменений в дизайне относительно 2023 ждать не стоит. Нет, кое-что нам приготовят. Вроде вновь уменьшенные рамки экрана, но в целом рассчитывать приходится только на новые цвета и несколько иное оформление покрытия торцов. Корейские маркетологи не могли обойти страну и моду на словосочетание искусственный интеллект. По слухам, в продвижении всей линейки особый акцент сделают на ИИ-функционале. И в этом нет ничего удивительного, ведь для новых пикселей от Google процессоры разработал Samsung, и они буквально нашпигованы всевозможными функциями на основе ИИ, вроде обработки голоса или фотографий. Кстати о процессоре. Судя по всему, в Samsung решили вернуться к проверенной практике, когда на части рынков смартфоны предлагаются с чипами от американской компании Qualcomm, а в некоторых странах, куда обычно входим и мы, продаются трубки с Exynos. То есть, одновременно будут доступны S24 с будущим Exynos 2400 и уже представленным Snapdragon 8 Gen 3. Хорошо это или нет? Пишите в комменты. Конфигурация Exynos 2400 такая. Одно ядро с частотой 3,2 ГГц, следует думать, что это ARM Cortex-X4, два ядра с частотой 2,9 ГГц, три ядра с частотой 2,6 ГГц и четыре ядра с частотой 2 ГГц. Намекают корейцы и на поддержку чипсетам спутниковой связи, но для нас это точно не актуально. Сладкой пилюлей станет вопрос о памяти. Если помните, то с выходом 23 линейки произошел небольшой скандал. Компанию все, кому не лень, упрекали в жадности. Ведь Samsung Galaxy S23 и Galaxy S23 Plus получили в базе всего 8 ГГц оперативки. Теперь предположительно Galaxy S24 и Galaxy S24 Plus получат от 12 ГГц оперативной памяти. Но Samsung пойдет дальше. Деска S24 и Plus получат от 256 ГГц накопителя. Флагманская модель S24 Ultra станет первым устройством бренда с 16 ГБ оперативной памяти. Покупателям дадут выбор 256, 512 и 1 ТБ флэш-памяти. По камерам в Galaxy S24 и в Plus вроде как что мало изменится, а самое интересное, естественно, оставят для Ultra. Перечень предполагаемых характеристик камеры Galaxy S24 Ultra выглядит так. Главная камера 200-мегапиксельный сенсор Samsung HP 2SX. Телеобъектив с трехкратным оптическим зумом сенсор Sony IMX754 Plus. С кропом с 12-мегапикселей по 10-мегапикселей. Телеобъектив с пятикратным оптическим зумом 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX854. Сверхширокоугольный объектив 12-мегапиксельный сенсор Sony IMX564. Ну и лазерный помощник автофокуса. А вот об автономности будущих новинок пока информации нет. Но инсайдеры намекают, что рассчитывать на увеличение объема аккумуляторов не стоит, как и применение сверхбыстрых зарядок, к которым мы привыкли на китайских смартфонах. Ну и как это часто бывает, премьера новых флагманов Samsung линейки Galaxy S24 запланирована на январе. Вернее на вторую половину января 2024 года, когда пройдет большое мероприятие Unpacked. Предварительные заказы начнут принимать с 17 января, а поставки начнутся с 26 по 30 января. Открытые продажи запланированы на 30 января. В Россию как-то принято у Samsung в последние пару лет, новинки подвезут чуть-чуть попозже. Но даже не сомневайтесь, что ими будут забиты все магазины электроники. А как тебе новая линейка новых смартфонов Samsung флагманских S24? Будешь брать или кому они нужны с Exynos и прочими фишками? Ну а у меня все. Остались вопросы? Пиши в комменты, там и общаемся. Лайк, подписка. Пока. Пока.